Итак, я всех снова приветствую. Мы продолжаем прохождение четвертого эпизода. Ну что же, погнали. Идем навстречу испытаниям, которые для нас подготовил Ромео. Ромео, точнее. Видимо, хижина за дверью. Что за... Эти нажимные пластины вливают сверху воду. Это все так просчитано и точно, судя по техническим нажимным пластинам, за этими стенами скрываются сложные механизмы. Не стоило ждать другого человека, который создал Ледяной Дворец Отчаяния. Думаю, они предназначены для трех друзей. Ромео, Ксара и Фреда. Ребята, как вы смотришь на то, чтобы подергать странные рычаги и посмотреть, что будет? Погнали. Ну, поехали. Добро пожаловать, участники Ксара, Фред и я, Ромео. Меня, Ромео. Ого, Админ сделал все это для своих друзей. Вы готовы к самому захватывающему и волнующему испытанию в вашей жизни? Наступного, чем вы никогда не испытывали? Сейчас у нас будет огнем пулять. Наступного. Наступного. Начали. А, големы. Что это такое? Понятия не имею, но они не выглядят дружелюбно. Отлично, еще один голем, на этот раз из магмы. О, вот это да. Так, он там что-то говорил, я, к сожалению, упустил это. Ох, ладно, тыкать мечом в лаву не лучшая идея, надо попробовать что-нибудь еще. Получай, мангал, переросток. Ну да, я вот только-только об этом подумал. Водопады, Джесси, вода превращает лаву в булыжник. Да, надо просто замоить их туда. Ладно, големы, пора намокнуть. Хе-хе-хе. Пора копать. Он его разобрал просто. Поздравляю, участники. Пройден первый уровень из 600. Комплекс! Что? Второй уровень. Начали. Мы никогда не доберемся до 600 уровня. Это все началось благодаря трем рычагам. Может, те три рычага остановят это? Пойдем, Радар, развалим эту машину. Радар, ты должен сломать эту машину, я прикрою тебя. Откуда у него лук? Ай, горячо, горячо, очень горячо. Петра там что-то бегает. Отлично стреляешь, Джесси. Давай, 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 давай. Почему ты не придешь к нам? Почему у тебя здесь нет инструкции? Нет! Сейчас! Ох, это было слишком близко. Теперь приготовьтесь к уровню 600. Здрасте. Я вижу, что вы улыбаетесь. Никто не улыбается. Ну-ну. Я же не чудовище. Здесь рядом есть верстак. У этого парня какой-то ненормальный подход к играм с друзьями. Может быть, мы и можем одолеть его водой. Я и Радар будем отвлекать его. Я что-то не успел прочитать обучение. Это вам. Отлично, пора его укоротить. Ни фига, как ты быстро на этот раз это делаешь. На этот раз он интереснее движется. Вот дурак. Дважды попасться на одно и то же. Сейчас я тебя разберу. Эта штука не такая уж и глупая. Не хочешь связать с водой, а? Моя кирка сломана, поэтому придется придумать что-то еще. У нас есть порох. ТНТ! Динамит. Нужно всего лишь раздобыть немного песка. Правильно, хорошая идея, Радар. Радар, ты готовься. На нас идет огонь. Нужно всего четыре песочных блока, быстрее. Эй, голем, сюда. Иди сюда, поймай меня, грязный мешок с камнями. Давай, я здесь. Горь, хорошее место, как икс. Сад на четырех сторонах. Давай, крафт, 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 крафт. Сюда, магма-головый. И как же поджечь эту штуку? Должно сработать. Ох, бедняга. Вы сделали это. Сила дружбы победила. Показание нашей французы превратит. Да! Давайте выбираться оттуда, пока не напоролись на секретный уровень. Вау! Здесь это первое место, которое кажется таким живым. Ох, как замечательно! Ну да, встретимся там. Пойду-ка осмотрюсь. Так, для Фреда. Береза, который он так любит. Это все Ромео сделал? Может, он пожалел об этом в итоге. Молодец. Я уверен, это не то, что ты думаешь, когда вы пришли встать в фронт. Когда вы встали встали. Потому что вы не ждете смертельно опасных приключений. А, что ты что-то говоришь? Нет, ничего. Как твои ноги? Ха, лучше. Хотя еще похрустывают. Криспи? Ой, ладно, ладно. Мне больно. Тебе нужно отдохнуть, Радар, ты это заслужил. Так, пока Радарчик там купает свои ножки. Надо посмотреть, что там Петра задумала. О, я вижу, там какие-то бутылечки стоят с какой-то красной жидкостью. Как успехи? Похоже, никого внутри. Внутри пусто. Должно быть безопасно. Ну, наверное. Давай просто заберем это оружие и уйдем. Тренировочный манекен. Такой же был когда-то и у нас в доме на дереве. Пока кое-кто его не сломал. Ага. Ага. Помните, как раньше меня было не оторвать от книги, а сейчас я почти не читаю. Все меняется. Да. Петра, что случилось? Ничего, это просто напомнило мне об... Об истории о щенках, очень грустной истории. Ну, ты меня знаешь, я постоянно плачу из-за подобной чепухи. Угу. Ну же, Петра, ты врешь, мы оба это знаем. Нет, просто мне очень грустно из-за щенков, ясно? Ладно, это не из-за щенков. Тебе это ничего не напоминает? Наши друзья? Раньше мы постоянно встречались в том домике на дереве, а теперь почти не разговариваем. И почему все это происходит? Все уходят, и я снова одна. Я не могу понять, что я делаю не так. Я просто смотрю, как они один за одним. Ты просто отталкиваешь людей. Что? Я не думаю, что ты делаешь это намеренно, просто тогда, когда тебя ситуация не устраивает, ты отстраняешься. Это потому, что я знаю, что будет дальше. Лучше, чтобы последнее слово оставалось за мной. Звучит так, как будто ты сама делаешь себе больно, разве нет? Ну, возможно. Аксель и Оливия почти совсем нет рядом. Кто знает, сколько еще Джек будет с нами? Не пройдет много времени, как распадется новый орден камня, не так ли? Моя ошибка в том, что я думала иначе. Держалась дольше, чем другие. То, что у нас у всех есть своя жизнь, не значит, что мы перестаем быть друзьями. Мы все еще заботимся друг о друге. Если бы им было, они все равно, они были бы здесь. Я знаю, что сейчас это не важно. Давай просто найдем оружие и уберемся отсюда. Здесь что-то не так. У кровати обычно нет знамен. Мне всегда нравился синий цвет. Есть ли что-то в нем умиротворяющее? Что это? Ого, это блок наблюдателя. На что он смотрит? На кровати? На красную кровать. Забавно звучит. Убрал ее в карман. Это фиолетовая, очень царственный вид. Петра, думаю, нам следует это обсудить. Говорю же, ничего серьезного. Сейчас у нас заботы поважнее. Я понимаю. То, что важно для тебя, важно и для меня. Я в норме, правда. Нам надо побороть Админа, а потом разберемся. Решим, как быть дальше. Сара, Фред и Ромео. Это должно быть их знамена. Что за это? Это оружие, точно? Это просто деревянный меч. Это же первое, что ты учишься делать. Да, не всемогущее супероружие не тянет. Ищем дальше что-то, принадлежащее Фреду. Так, голубую кровать в центр надо поставить, да? Синяя для Фреда. Синяя для Фреда. Что-то произошло. Минус один. Теперь нужно проделать то же самое с остальными в правильном порядке. Меч, красная кровать. По-моему, красная тут и стояла. А, нет, красная для Ромео. Фиолетая для Ксары. Ещё один дневник Фреда. Дорогая Ксара, если ты читаешь это, то я уже мёртв. Я спрятал его в единственном месте, в котором ты будешь его искать. Символично, что ключ к тому, чтобы закончить всё это, оказался здесь, где всё и началось. Это ключ к победе над Ромео. Тут написано «Картофель 451». Картофель? Это и есть оружие? И что мы будем делать с картофелем? Это не оружие. Это корнеплод. Мне всё равно, как это звучит, лишь бы сработало. Ну да, пожалуй. Просто... Картофель? Картофель, прости, я хотел сказать «картофель 451». Запомни это кодовое слово и используй его на основном терминале. Ты сможешь лишить его силы и покончить с этим. Кодовое слово? Хм, похоже, это и есть картофель. Я всё ещё верю в Ромео. Он просто хотел, чтобы мы оставались вместе больше всего на свете. Я понимаю, ради чего всё он это делает. Возможно, это глупо, но мне... Но мне нужно во всём убедиться, прежде чем сделать следующий шаг. Хотя, раз мы здесь, видимо, у меня уже есть ответы на все вопросы. Возможно, однажды мы снова сможем быть вместе. Твой друг навеки, Фред. Мне их даже жалко. А тебе? Да, мне их тоже немного жалко. Это было непросто для любого из админов. Они были очень важны друг для друга. Все говорят о Ромео, будто он был жестоким и бессердечным манипулятором, но... Фред пишет, что Ромео просто хотел, чтобы все оставались вместе, и всё. Разве я занимаюсь не тем же самым, особенно по отношению к тебе? Я не хочу заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь. Я не такой человек. Ты не такая, как админ. Не сравнивай себя с ним. Даже он начинал иначе. Всё это как-то плохо. Я не хочу и сама переступать эту черту. Я много думала о твоих словах. О том, что мне нужно разобраться в себе, и кажется, меня завернули. Дорога, манят приключения. Мне не место в маяках. Но я не хочу терять тебя. Ты много для меня знаешь, Джесси. Я... Ты всегда рядом со мной, несмотря ни на что. Ты был там. Я не брошу тебя, Петра. Если ты считаешь, что твое место где-то там, значит, это... Значит, и моё тоже. Спасибо. Спасибо. Не зря мне всегда казалось, что ты неженка. Тебе никто не поверит. Вот увидите. Надо отнести эту книгу в подвал. Да, именно. Остановим админа. Он уже достаточно побыл в Джесси. Или не в подвал. Я что-то вроде неправильно прочитал. К терминалу? Куда? Ну ладно. Ну-го. У неё получилось. Это оно. Надо позвать остальных пораном уходить отсюда. Что это ты делаешь? Этот портал спрятали не просто так. Этот проход должен оставаться закрытым. Только так мы сможем вернуть Джека и Нурму. Они нужны нам. Отлично, это будет не трудно. Значит, звучит как-то по-админски, Ксара. Нам нужно оружие. Проблемы не решить, заваливая их телами. Люди всё только усложнят. От них сплошной бардак крайне неэффективно. Никого, мы никого не бросаем никогда. Я имею в виду, это не совсем правда. Да, помнишь ту странную? Мохнатую лошадь. Вы бросили её в тюрьме. Но нам нужно было. Ладно, но теперь это точно не повторится. Тебе это однажды и погубит то, что ты вечно кого-то ждёшь. Будь с этим поаккуратнее. Как видишь, портал функционирует. У тебя всё готово? Да, думаю, теперь мы сможем вернуться домой. А вот это оружие Фреда. Картофель. Странно, да? По-моему, это странно. Фред доверял ему. Он отправился с Ромео с лучшими немерениями. И... Ромео не заслуживает прощения. Нет, его нужно остановить раз и навсегда. Он этого заслуживает, и даже хуже. За это и за всё остальное другого способа нет. Мы не будем его убивать, мы так не поступаем. Да, мы герои. Боитесь запачкать руки? Ладно, я сама всё сделаю. Но герои должны помогать людям, а не причинять им боль. Ромео заслуживает того, что его ждёт. Мы отомстим за Фреда. Фред был лучшим из нас. И что с ним стало? Я этого не потерплю. И? Ромео сожалел о том, что он делал. Да, он посадил дерево в память о Фреде. Мы его видели. Дерево? Одного памятника недостаточно. Ну, а как насчёт всей этой игры, что он создал? Он определённо заботился о тебе. Когда-то. Ромео уничтожил мой мир, и я не смогла ему помешать. Он отнял его у меня. И здесь уже ничего не исправить. У меня больше ничего нет. Это действительно закончилось. Держи свою кровать. Здесь вот то, что мне удалось найти. Не всё хорошее потеряно. Надо только искать. Это же я... Я не привыкла ошибаться. Я не привыкла ошибаться. Спасибо. Но нам нужно продолжать двигаться вперёд. Ладно, давайте с этим разберёмся. Давай мне свою побрякушку. Ээээ... Джесси? Эээ... Джесси? Это же наш путь домой! Ох, ёлки, всем срочно в сторону! Это народ Фреда! Это не люди из тайника Фреда. Это мобы. Мобы, то, что нужно. Искать мне кровать, хотя я никому так и не помогла. Иди! У мобов нет шансов. Два плашмяток, неприятно падать. Джесси, помогай! Джесси на помощь! Не дай им меня съесть, я невкусный, невкусный! Я знаю, что Эндермен не собирается есть радара, но... И вот этих двоих мы... Нет, я больше не буду убегать! Да не так, что и хорош ты! Не дайте, Джесси! Ты что вообще знаешь?! Ты вообще знаешь, что такое приличие? Нельзя же просто так ходить и громить все, и хватать людей! Получай! Находи это! Похоже тренировка в топе Халанго принесла плоды. Джек! Привет, ребята! Класс, да? За тайник Фреда! За будущее! В бой! У考ption yet!!! Они его сейчас... А, я думал они странник разберут по кусочкам Сейчас мой мечер отведает кровью чудовище Он отказался ! Нужно отремонтировать здание, или... Нам ни за что не избавиться от этого странника края Ничего не скашивает строительный процесс, как давящее ощущение неминуемой опасности. Не знаю пока, куда нас это приведет, надеюсь, поближе к дому. Ну давай, вставляй. Ау, эй, мы уже уходим! Ну дела, радар. Мы побеждаем, пока, но долго они держаться не смогут, особенно если страника разнесет портал. Скверные новости. Ему нужен я. Ещё больше плохих новостей, думаю, я ему нравлюсь. Это значит, что я смогу стать приманкой. Эм, да, если хочешь застряять тут. Я знаю, я знаю, но если я это сделаю, остальные смогут пройти через портал в целости и сохранности. Радар, ты не должен нам ничего доказывать, мы знаем, на что ты способен. Да, вспомни, как хорошо ты показал себя в испытании Ромео. Ты не должен так поступать. Дело не в этом. Каждый должен поступать правильно. Нам не удастся провести через портал всех, пока этот уродец здесь болтается. Они останутся здесь. Странник Края заинтересован на мной, я могу выиграть для вас немного времени. Наш друг, Радар, мы не бросим тебя здесь. Мы должны держаться вместе. Это мой час, Джесси, я это знаю. Я должен это сделать. Защитить народ Фреда. Защитить Радара. Блин. Моральные дилеммы опять. Защитим народ. Их все-таки больше. С одной стороны, они и сами могут за себя постоять. Не знаю, не знаю. Ну, спасем. Обычный народ. Вперед, Радар, увидимся наверху. Эй, подходи ближе, получай. Да, верно. Видел, какие большие руки? Он дает нам шанс спастись. Народ живо, Кент, шевелись. Можно и повежливее. Но куда? Да где угодно лучше, чем здесь. А эту? Тоже здесь оставили? Девчонку, админшо. Ох, боль повсюду. Все, хватит с меня. Таинственных порталов больше никогда. Соглашусь с Нуром. До супергеройского приземления тут далеко. Ох, все в порядке. Это старый храм ордена. Получилось, мы вернулись. Радар без катушек слетел, а кажется, он здесь сейчас. Стоять там, где когда-то стояли величайшие герои. Это просто невероятно. У тебя отлично получилось его изобразить. Брайси, вы же знаете, с каким трепетом он относится ко всем историческим местам ордена камня. Радар заслужил право стоять здесь. Он такой же герой, как и все мы. Он дал людям Бинт и шанс спастись и помог нам остановить админа. Джесси, мы в неоплатном долгу перед твоим другом за то, что он совершил ради нас. Мы бы поблагодарили его, если бы могли. Мы и не верили, что однажды снова увидим небо над головой. Вы это видели? Так, кто-нибудь скажите, что я до сих пор не схожу с ума. Это же... Маяки. Под коренную породу. Вы отдали свой меч? 36% отдали. Вы выиграли в викторине? Да. Так же, как и 73%. Но это было всем несложно. Что вы сказали Петре? Вы еще 77% сказали Петре, что будете рядом. 3% промолчали. 18% игроков пообещали ее дождаться. Вот, Алексарий, кровать. 83% сделали так же. Кого вы оставили в подземном мире? 67% оставили радара. Офигеть. Угу. Джесси, ох, как я рад тебя видеть. Где остальные? Фух. Ну что ж, закончили мы прохождение четвертого эпизода. Впереди у нас финальный, пятый. Я думаю, что к завтрашнему вечеру мы полностью уже завершим прохождение Minecraft Story Mode сезон 2. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем до встречи и пока. Пока. Пока.